Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко, Парнаул. Сейчас хочу рассказать историю, как очень давно, во времена молодости, мне доводилось встречать Новый год в лесу. Речь идет о лесе, которая расположена рядом с моим участком, а дело было так. Так, собралась компания энтузиастов, парни, девушки, но нас было немного, 6 человек. И вот мы решили отпраздновать Новый год за городом. Собрались все и поехали ко мне на дачу, ну, чтобы там встретить Новый год, переночевать, потом сходить в лес, на лыжах, отдохнуть и уже потом возвращаться домой. В городе, конечно, тоже интересно, но за городом есть своя романтика. И вот предварительно я не поленился, приехал, ну, подготовил, во-первых, домик, чтобы там были и дрова, и печка, и все такое прочее, и все принадлежности. Мне поручили закупить продукты, ну, и небольшое количество спиртного, конечно, тоже имело место. И вот я, немного поразмыслив, решил проявить инициативу. Не пожалел потраченного времени, лыжи у меня там были, пошел на лыжах в лес, и там неподалеку, ну, никого там вообще народу в ту пору не было, и на опушке леса, ну, чуть-чуть, немного в глубине леса, нашел подходящую сосенку, елок у нас там нету, и привез некоторое количество игрушек в город, ну, там шары разные, там лишние, которые были там, различные там гирлянды и так далее, и нарядил там сосеночку. Народу, повторюсь, никого, никого не встретил, нарядил сосеночку, ну, и взял там неподалеку от этой наряженной сосеночки, положил шампанское, по-моему, коньяка даже бутылку положил там где-то рядышком, прикопал, ну, там, может, шоколадку, еще что-то такое по мелочи, и все это замаскировал, и поехал в город. И вот подошла пора нам ехать, встречать Новый год. Мы приехали, проезда на машине не было, да и машины тогда не было ни у кого, и приехали мы на поезде, на пригородном поезде, добрались благополучно, затопили печку, ну, накрыли стол и начали встречать, как бы, Новый год. Еще до Нового года было часа два-три. Ну, немного там посидели, ну, может быть, по чуть-чуть выпили, поговорили, и тут я предложил такую идею, об этом мы не договаривались раньше, дескать, а пойдемте-ка все в лес и там встретим Новый год. Ну, к сожалению, энтузиазма большого со стороны моих гостей не было, ну, кто-то согласился, кто-то нет, дескать, идти куда-то, хотя до лесу там 300 метров, и лыжи были, на всех причем. И вот, короче, не все как-то проявили желание, да ну, дескать, зачем мы там будем Новый год встречать, завтра пойдем в лес уже как-то, походим обстоятельно, и не очень поддержали. Но тут я опустил в ход свое вот это тайное оружие, то есть ту подготовку, говорю, у меня в лесу есть некоторый сюрприз для всех. Ну, особенно девушки, конечно, заинтересовались, очень любопытные. Все они, как известно, это иногда играет нам на пользу. И я говорю, вот там есть сюрприз, и я гарантирую, что там будет определенный сюрприз для всех, и так далее. Кто пойдет, не пожалеет. Ну, плохо ли, хорошо ли, практически я всех убедил идти в лес. И вот уже было темно. Ну, луна как раз, по-моему, еще была. Сейчас не помню, но как-то шли мы не по полной темноте, было немножечко как-то подсвечено небо, видимо, было ясно. И вот мы дошли до леса, ну, фонарики, конечно, у нас были, по-моему, два. И вот мы дошли до леса, ну, что там искать, никого нету, даже следы мои еще остались. Я по этим следам, по лыжным, вот, говорю, тут и лыжня есть, говорю, как раз. Мы встали на лыжи и пошли в лес. Ну, что там идти, 300 метров. Дошли до леса, я говорю, а вот это мой сюрприз. И подвожу их вот к этой елке, то есть сосенки наряженные. Ну, посмотрели, тут, конечно, все были в восторге, что очень красиво. Ну, представляете, лес, ночь, сосны. Ну, правда, темновато, ну, фонариками так светим, ну, красота неописуемая. И вот мы подошли к этой сосенке, ну, там порадовались, поохали, поахали, вот, походили вокруг нее. И вот уже подходит, как бы, Новый год. И тут я достаю шампанское, которое там было прикопано в снегу. Ну, правда, холодноватое оказалось, но ничего страшного. Достаю там еще кое-что. И вот мы встретили Новый год около этой елки. На самом деле, эта сосенка, конечно, вот в лесу. Это, пожалуй, был один-единственный раз, когда доводилось встречать Новый год, вот именно, ну, в диком лесу. Конечно, встречал я и на лыжной базе один раз, один раз в доме отдыха тоже на природе. Но все-таки это было немножко не то. А здесь практически лес, как лес. Мы встретили Новый год. Ну, конечно, мы там долго не находились. Пошли назад в домик, там еще долго сидели, встречали, отмечали уже наступивший Новый год. Потом на следующий день еще ходили гулять и на лыжах, и вокруг этой елки, по лесу. Народу почему-то никого не было. Это сейчас вот как-то многие там живут. А тогда, ну, практически никого. Ну, только охрана была. Ну, они подошли с нами, поздоровались. Ну, что, дескать, не чужие ли это. Проверили. И как бы поздравили мы друг друга. И все было в порядке. И вот до сих пор вспоминаю эту интересную встречу Нового года. Как сначала не хотели идти, а потом все как радовались, что они все-таки согласились и пошли со мной в лес. Вот в эту новогоднюю ночь. Очень было интересно. Вот такие были времена. Ну, в конце пожелаю всем в преддверии Нового года хорошего настроения. Быть здоровыми. Всем всего самого доброго. До свидания.